Нищета тех людей, которые занимаются в этой сфере. По черному ордену. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это ваша страна. Вы детям, внукам какую страну оставляете? За один рубль. Только вот, если можно всю правду. У вас слезы на глазах. Вот, пожалуйста, откровенно говорим. Еще раз, в стране есть президент Российской Федерации, некоторые забыли об этом. Вы готовы назвать фамилии Негодяев, которые вам... Вы готовы назвать фамилии сейчас? Нет. Боитесь? Боюсь. Да вы не докажете, а как вы скажете? Добрый день, друзья. Караулов дал жару. Еще как. Он взял интервью у главы счетной палаты Красноярского края смелой женщины Татьяны Давыденко. И это надо знать просто всем. Мало того, что ей угрожают, на нее заводят уголовное дело, а информация просто сносит крышу. Я очень надеюсь, что его увидят и силовики, и чиновники, и как можно больше простых людей. Лес. Что происходит сегодня? О самом страшном говорим, чтобы было и коротко, и емко, и конкретно, и не языком, а цифрами. Как у меня в романе «Русский ад» говорит Чубайс. Что сегодня? Самая большая проблема. Лес. Не может справиться с пожаром? Сегодняшняя власть красноярская. Справляется правительство. Да. Или не справляется. Или не справляется. Результаты наших отчетов показали. Сколько сгорело? Что не справляется. Ущерб, нанесенный в прошлом году, 4 миллиарда рублей. Ой. Но дело даже не в этом. Ой. Дело в том, что есть территории, где вообще не тушили. Не тушили? И здесь я должен напомнить, что одна из самых подлых и варварских схем, которые пользуются нынешние капиталюги, состоит в том, чтобы по дешевке получить лес, его нужно поджечь. А уже погорелый лес, который на самом деле вполне годен с производства, стоит гораздо дешевле для покупки у государства. Так что многие поджоги делаются намеренно. Из Красноярского края вывозят леса, вдумайтесь, на 47 миллиардов рублей. По году? По году. 33 миллиарда, это где-то примерно процентов 70, вывозят в Китай. А ведь у нас есть люди, которые считают, что китайская проблема это пустяк, это выдумка. На ютубе даже есть ролики с едкими названиями. Ох уж эти китайцы, опять китайцы, везде китайцы и так далее. И да, если бы не продажные чиновники и вороватый бизнес, китайцам тут нечего было бы делать. Но сегодня они представляют реальную, конкретную угрозу для страны в связи с интересом к нашим ресурсам. Какая самая страшная цифра лично для вас, как профессионал? Ну уже совсем-совсем вопиющая. Нищета тех людей, которые занимаются в этой сфере. Какие зарплаты? Начиная от 10-12 тысяч и до 26. Да. Вот самое нищее население, вот президент все время говорит о бедности. А теперь ответ сразу на два актуальных вопроса. Чьим цифрам можно верить, если Росстат окончательно поехал кукухой? И где те самые деньги, которых так не хватает пенсионерам и вообще стране? Очень хорошо умеет считать Федеральная служба статистики. Как? Примерно, у них есть методика счета, примерно по этой методике, мы ее посмотрели внимательно, в теневой экономике более 30% в Красноярском крае. То есть представьте. Треть в тени? Треть в тени. Треть в тени. В всей экономике? Да. У стариков? Налоги есть. Из 47 миллиардов бюджет края поступило полтора миллиарда. Полтора миллиарда из 40 – это меньше чем 4% налогов. Я вообще не понимаю, зачем олигархам офшоры, если вся Россия для них – это зона без налогов. Ну и, конечно, надо понять, кто за это все отвечает. Как, если 30% экономики в тени и все молчат? На них все заканчивается. К ним ниточки ведут? Думаю, что нет. Куда выше? В Москву? Да. В Москву. А отчет ушел Кудрину, отчет ушел ФСБ, отчет ушел Контрольное управление президентов, прокуратуру, депутатам, всем, правительства, края, всем. Мы проверили, а как работает лесничество? У нас их 60. Так вот оказалось, что лесничество – это некие посредники между покупателем и продавцом. Ужас. Что происходит? На самом деле… Что охраняем, то и имеем. Великий Живанецкий. Сами лесничества продают лес. Совсем не в допустимых масштабах. Те, кто обязан защищать, поставлены в такие условия, что других вариантов просто нет. Нет. Коррупционная система лишена всех лишних элементов. Воровству России не мешает никто и ничто. Это все равно, что воспитатели детского дома продают воспитанниц как проституток. Мы были удивлены, когда увидели, что оказывается мы можем рубить лес подрядной организации за один рубль. Дало. Один кубометр. Дало. Рубль кубометр. Кубометр. Рубль. Аудитор этого видел. Есть 6 рублей, но это уже много. А есть постановление Министерства леса, края, где рекомендуют рубить от 80 до 100 рублей. Один куб. Поразили. Не ожидал он, что настолько. Не боялись, что с вами расправиться? Вас пытались остановить? Ну, откровенный разговор. Андрей Викторович, вы мне задали такой вопрос, что… Да, такой вопрос. С волками жить, к сожалению. Только вот, если можно, всю правду. У вас слезы на глазах. Вот, пожалуйста, откровенно говорим. Еще раз, в стране есть президент Российской Федерации. Некоторые забыли об этом. Вспомните эту смелую женщину, если опять будете орать, что все чиновники продажные и никого нормального там быть не может. Вот это ответ на вопрос. Тогда как же у вас сил-то хватило и мужества? Вот бы еще что понять. Разговаривали, беседовали. Вы готовы назвать фамилии Негодяев, которые вам… Вы готовы назвать фамилии, если честно? Нет. Боитесь? Боюсь. Да вы не докажете, а как вы скажете, там, губернатор, допустим. Я допустим. Боюсь. А как вы докажете? Да никак, не пойман, не вор. А как вы докажете? Никак. И в самом деле, в таких ситуациях, главное, публичность. Теперь, после этого интервью, Татьяне могут хотеть мстить. Но с большой опаской. А заткнуть ее уже не удастся, смысла в этом нет. Уже все обнародовано. И вот ведь что интересно. Ведь отчеты уже были, во все инстанции были. От прокуратуры до управления президента. Почему же ничего не было сделано? Вот он, главный вопрос. Системный вопрос. Ну а ФСБ, ребята, чекисты, честные, нормальные ребята, предлагали вам защиту. Предлагали даже до этого дошло. То есть вы чудом живы. Так получается. Я вас очень прошу, это не показывайте. Обязательно покажу. Более того, свои впечатления расскажу всем сегодня же. Послушайте, в стране очень много нормальных, порядочных, честных людей. А теперь о том, как довести разграбление страны просто до феерических масштабов. Наша вторая проверка лесничества показала. Мы в течение, наверное, трех или четырех лет все время заставляли министерство торговать, как мы говорим, не из-под полы лесом, а выходить на биржу. Более эффективной системы, чем торговля лесом на бирже, нет. И многие субъекты нашей федерации торгуют и очень хорошо. Прозрачно в итоге. Только на этих шести лесничествах, где было продано 361 тысяча кубометров, там цифру я уточню. У вас все цифры в голове потрясающие. Потеряли 200 миллионов сразу. Вот только на этом кусочке? Только на этом кусочке. 200 миллионов? Да. Как корова языком слезала? По заниженным ценам. Основные итоги, друзья. Я горжусь этой женщиной. Она молодец, что так качественно и на совесть делает свою работу. Просто умница. Второе. Все эти скотины, которые это творят, должны ответить. Должны сесть. Желательно с конфискацией. И не только в Красноярске. Но главное, чтобы сели ответственные из Москвы. Ну и третье. Самое кошмарное в этой ситуации в том, что люди, простые россияне, ничего с этого не получают. Наш лес, наша земля, наши недра. Мы у разбитого корыта. Все получают мутные дельцы. Эта уродливая капиталистическая система должна быть разрушена. И как служится судьба ваша личная? После всего того, что вы сказали и еще скажете. Ну, мне примерно рассказали как. Как? На следующей неделе должно быть возбуждено уголовное дело. Против вас? Да. Это вот по заявлению министра, что не так считали. Понятно. Ожидаем. И отстранение от занимаемой должности. Понятно. Вот такое интервью. А вы говорили, китайской проблемы не существует. И в Сибири все спокойно. На этом у меня все. Друзья, надо держаться вместе. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Жду ваших комментариев. И до встречи уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok